На минувших выходных в Хуторе-Прикубанском прошел ставший уже традиционным фестиваль бардовской песни «Возьми гитару». Как отметили организаторы праздника, стать участником такого концерта мог каждый желающий. Для этого нужно было лишь исполнить песню на гитаре, свою или кого-то из известных авторов, и пройти прослушивание. В дружескую атмосферу фестиваля окунулись и наши корреспонденты. На целых три дня берег реки Кубань в Хуторе-Прикубанском превратился в одну большую сценическую площадку. К условленному месту проведения фестиваля барды приехали за день до открытия, чтобы гитару настроить, с любителями авторской песни посидеть у костра, да и вообще пожить на природе вдали от городской суеты. Все те, кто любит активный отдых, вечерние посиделки у костра и песни под гитару, собрались вместе в Хуторе-Прикубанском на берегу реки Кубань на 22-й фестиваль бардовской песни «Возьми гитару». С раннего утра над водами Кубани неслась музыка. Приехавшие на фестиваль гости разбили палаточные лагеря, в каждом из которых бурлила творческая жизнь. Вокруг походных костров, над которыми закипали котелки с ароматной ухой, чаем и кашей, собирались поклонники музыки – барды, исполнители и просто любители отдыха на природе. И с девушкой рядом, на заднем сиденье, обычный парнишка, парнишка сидит. Одет он был просто в джинсы и футболку. И был этот парень салютно седой. Стихи о бардовской песне – речка, природа, палатки и костёр. Всё это было соблюдено на фестивале авторской песни «Возьми гитару» в памяти Николая Дуварова и Валентина Ушканова. В фестивале уже 22 года. Начинался он как дружеские посиделки у костра единомышленников-романтиков. Теперь же стал масштабным районным. Ежегодно с самого основания фестиваля в нём принимает участие опытный бард Александр Ушаков. На этот раз он не только участник, но и председатель жюри. Очень радует то, что много появляется новых участников, и фестиваль становится более молодёжным. Я думаю, пока у молодёжи в руках гитары, а в глазах огонь, наш фестиваль будет жить. По традиции организаторы фестиваля – управление по делам молодёжи. Несмотря на то, что каждый раз в фестиваль вносятся коррективы, но главные традиции, конечно же, остаются. В предыдущие годы это был просто фестиваль бардовской песни. Сегодня же это превратилось в большой молодёжный форум «Молот СНК», в рамках которого проводится множество мероприятий. И фестиваль бардовской песни сегодня начинается прослушка. И молодёжный туризм сегодня процветает. Сегодня, вы видите, у меня за плечами здесь проходит туристская полоса. Сейчас, буквально через несколько секунд, начнётся молодёжный квест, игра по станциям, подготовленный нашими волонтёрами и студентами. Вечером у нас состоится галоконцерт, ну и, конечно же, дискуссионные площадки для молодёжи. Сегодня поработают с нами и молодые депутаты, и лидеры клубных формирований, клубных объединений, поработают с молодёжью в плане в рамках мастер-классов, в рамках дискуссионных площадок. Но какие же туристы без соревнований? Новшеством стало и то, что в рамках проведения фестиваля бардовской песни «Возьми гитару» в этом году прошёл и туристический слёт среди физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в зачёт спартакиады под девизом «Живая память поколений». Традиционно мы проводим, это один из видов нашей спартакиады, который мы проводим среди сельских поселений нашего муниципального образования. Турсот подходит под названием эгидо «Живая память поколений». То есть мы здесь поддерживаем то, что нам было передано из рук наших старших, скажем так, коллег. И сегодня просто мы избрали новую форму труслёта, мы её проводим в рамках бардовской песни, то есть совместно с управлением молодёжи. До самого вечера ни на минуту не стихали спортивные баталии. Разбившись на команды, взрослые, юноши и девушки преодолевали препятствия, проходили полосу препятствий, соревновались в туристической эстафете. Во-первых, свою физическую форму поддержать, во-вторых, выступить за своё поселение, показать, что мы всё что-то можем ещё. Давно занимаюсь туризмом. Участвовать было сложно, так как три года вообще не прикасалась ни к верёвке, ни к чему. А так туризм занимаюсь с шестого класса. Ну, первый раз я принимаю участие в этой всей, ну, для того, чтобы мы выиграли, для станицы Чёрноярковской. Немножко сложновато, но адреналин прям, не знаю, ощущение фантастическое. Ярким спортивным событием стал конкурс по перетягиванию каната. Посмотреть и поболеть за свою команду собрались все гости и участники фестиваля. Раз, раз, держи, раз, 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 давай, пошёл, раз, давай, раз. Немножко, давай, раз, давай, держи, раз, раз, пошёл, давай, держи. Самой сильной командой в этом конкурсе были признаны студенты Славянского сельскохозяйственного техникума. Славянский сельскохозяйственного техникума всегда у нас занимает лидирующие позиции в спорте. Ну, и вот, как сегодня вы видели, мы победили все команды в перетягивании каната. Это, прежде всего, здоровый образ жизни, здоровый дух, ну и хорошее времяпрепровождение. Фестиваль бардовской песни – это праздник поэзии, музыки и живого, неформального, творческого и дружеского общения. На протяжении трёх дней в палаточном лагере на берегу Кубани близ хутора Прикубанского, где уже не первый год проводился фестиваль, царила атмосфера веселья, не смолкали гитары, из каждого уголка лились песни. Фестиваль непременно будет жить, потому что на Кубани без песни никак, отметил глава Прикубанского сельского поселения Сергей Орёл. В первую очередь мы рады, что к нам в поселение приезжают люди, это значит, наша территория кому-то интересна и привлекает. И чем больше будут таких фестивалей, это пиарим мы свою территорию, показываем себя, люди приезжают, показывают то, что они умеют друг у друга учимся, а самое главное – учимся жить вместе, есть, как говорится, кашу из одного котла, дружить. И, с другой стороны, ещё на природе отдыхают, трудятся, соревнуются. Это, наверное, ещё придаёт здоровье и заряд на оставшуюся жизнь, даёт интерес у молодёжи, пробуждается. На протяжении целого дня в Бардовском городке со сцены под открытым небом доносились лиричные звуки гитары. В течение дня там проходило прослушивание участников фестиваля. Показать весь свой творческий потенциал можно было в любое время. На сцену к микрофону выходили все желающие – с раннего утра до позднего вечера. В этом фестивале не существует возрастных ограничений. Это лишний раз подтверждают девушки из группы «Три аккорда» из Маевского сельского поселения. В фестивале Бардовской песни они участвуют впервые. В этом году на поляне хутора Прикубанского можно было встретить много молодых исполнителей Бардовской песни. В первый раз на сцену вышел и Иван Магда. Для него основная цель – подарить славянцам частичку творчества, частичку своей души. Я приехал сюда для повышения своего опыта, для показа зрителям своего мастерства. Я очень люблю это дело и преподношу это своим зрителям. Уже ближе к вечеру в Бардовском городке на сцене под открытым небом проходил смотр-конкурс художественной самодеятельности в рамках туристического слёта «Живая память поколений», где команды сельских поселений представили свою визитную карточку. «Живая память поколений» Традиционно на фестивале Бардовской песни проводится смотр бивуаков. Оцениваются наиболее яркие из них, отражающие творчество, тёплую и дружескую обстановку. В этот день на поляну хутора Прикубанского приехала заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Леус. Вместе с членами комиссии она посетила каждый бивуак, пообщалась с участниками фестиваля. «Гости дорогие, да приехали, да приехали, гости дорогие!» Фестиваль был задуман не как строгий конкурс, где требовательное жюри должно отбирать лучших бардов, а как повод для того, чтобы собраться всем, кто неравнодушен к песням под гитару на свежем воздухе. Но конкурс есть конкурс, и определить лучших всё-таки пришлось. В спортивном ориентировании не было равных команде Анастасиевского сельского поселения. Быстрее всех на поляне заданий оказались прибрежцы, а сборная «Славинска-на-Кубани» взяла первое место в туристической эстафете. В общем зачёте соревнований лидерами стали анастасиевцы. После награждения на сцене состоялся галоконцерт, где барды дарили своё творчество всем гостям фестиваля. Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то, чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки я надеялся понять, Как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Нотки тепла от этого фестиваля останутся в душе каждого. А романтика бардовского городка в течение всего года будет греть душу и напоминать о вечерних посиделках у костра. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События». Ты да я, да мы с тобой, пам-па-ра-ра. Ты да я, да мы с тобой, пам-па-ра-ра. Здорово, когда на свете есть друзья. Если б жили все в одиночку, То уже давно на кусочки комочки Развалилась бы, наверное, земля. Ты да я, да мы с тобой, пам-па-ра-ра. Ты да я, да мы с тобой, пам-па-ра-ра. Землю обойдем, потом огнем на Марс. Может, у оранжевой речки на печке Там уже грустят человечки-овечки Оттого, что слишком долго нет у нас. Может, у оранжевой речки на печке Там уже грустят человечки-овечки Оттого, что слишком долго нет у нас. Ты да я, да мы с тобой, пам-па-ра-ра. Ты да я да мы с тобой, вам параром Нас не разлучит ничто и никогда Даже если мы расстаемся с вами Дружба все равно остается с нами Дружба остается с нами навсегда Даже если мы расстаемся с вами Дружба все равно остается с нами Кружба остается с нами навсегда